Не успели отключить батареи, как тут же приступили к подготовке следующей подачи теплоэнергии, чтобы встретить зиму без аварийных ситуаций и перебоев. В наш северный край холода приходят стремительно быстро, и времени у коммунальных служб мало, в отличие от работы. Подготовка входит в наладку тепловых пунктов, промывка систем отопления, установка пружин, доводчиков, уплотнителей, чтобы ничего не продувало. Подготовка начинается в конце мая, после того, как отопительный сезон заканчивается, и уже с июня, то есть с сегодняшней даты, уже полностью все дома готовы. Но у комиссии на готовность некоторых домов другие взгляды, как, например, здесь. Выявлены недоработки, каждая фиксируется, управляющей компанией выносится распоряжение их устранить, а пока дом не принят, а значит, что проверка нагрянет сюда вновь. Объекты для инспекции эксперты выбирают произвольно, чтобы исключить возможность сфальсифицировать техническую готовность. Будем выборочно смотреть наиболее сложные дома, наиболее сложные участки, наиболее сложные управляющие компании, которые есть убеждения, или которые есть необходимость встречаться и тщательно с ними работать. Мы не допускаем и не подписываем паспорта готовности жилых домов, если у нас есть замечания, которые не устранены. У них есть время, еще примерно две недели, для того, чтобы устранить замечания. Комиссия обращает внимание на состояние подвальных помещений, электрощитовых, тепло- и водоснабжения, кровлю и даже на текущий ремонт. По большей части управляющие компании добросовестно подошли к своим обязанностям. Лампировано. Молодцы, что сказать. Техническое состояние, добровольное. Спасибо. Спасибо. Молодцы. Молодцы. Этот дом в хорошем состоянии. Но главную оценку все-таки предстоит поставить самим жителям с приходом холодов. К счастью, домов с выявленными нарушениями оказалось не так много пока. Ведь проверка только началась. И оценить техническое состояние и готовность к новому отопительному сезону предстоит в большей части жилого фонда, которого, к слову, в городе порядка 500. Анна Корязина, Алексей Николаев. Специально для новостей.